Как же найти тех или того, кто в конце концов снимет вам музыкальный клип? Смотрите побольше разных клипов, мониторте. Нравится вам какой-то клип? Посмотрели? Думаете, о, круто! Хочу так же. Посмотрите, кто его снял. Сейчас вся информация доступна. Вы обязательно найдете режиссера и сможете связаться и предложить свою песню. Также можно написать, например, Алану Бадуеву. Он говорит о том, что частенько снимает клипы то ли по себестоимости, то ли бесплатно. Ну, главное, чтобы ему заходил трек. Режиссер и музыкант – это творческая соития, которая рождает продукт. А дальше продюсеры решают с помощью этого творческого продукта, конечно же, коммерческие вопросы. Круто, когда режиссер является клипмейкером. Это человек, который снимает только клипы. Это, в принципе, режиссер клипов. Это узконаправленная такая профессия. И я вообще топлю за то, чтобы, в принципе, если ты снимаешь видео для бизнеса, ты снимаешь видео для бизнеса. Если ты там снимаешь свадьбы, то ты снимаешь свадьбы и так далее, и так далее. В каждом режиссерском направлении есть свои нюансы, свои тонкости, которые нужно знать. Если человек клипмейкер, он в большей степени будет знать, как обойти какие-то скользкие моменты с использованием брендов в кадре и так далее. Ищите клипмейкеров. Если вы хотите отдать ребятам и сказать, ребята, снимите мне клип, то тогда ищите видеопродакшн. Чем хорош видеопродакшн? Тем, что, в принципе, у видеопродакшн есть база своих режиссеров, с которыми не работают основные. Они смогут устроить небольшой тендер среди своих режиссеров на съемку вашего клипа, и вы получите чуть больше идей и вариантов исполнения вашего клипа. Опять же, если у вас нет никаких идей. Поэтому видеопродакшн перешает эту задачу. Также видеопродакшн быстренько закроет все вопросы по технической части. И в целом у вас практически ни о чем не будет болеть голова. Продюсерское агентство. Это тогда, когда вы подписаны на какой-то лейбл, он за вас решает все эти вопросы. Тут вам уже, как говорится, не выбирать. У вас есть трек, они на него снимают клип. Многие, кто хочет снять клип, они сначала начинают искать сценариста. Не рекомендую, друзья, искать сразу сценариста, потому что чаще сценаристы не обладают режиссерской жилкой и не смогут потом в дальнейшем качественно воплотить вашу историю. Поэтому очень хорошо, когда сценарий все-таки клипу пишет именно режиссер, придумывает весь концепт именно режиссер, именно тот человек, который будет воплощать в жизнь. Итак, друзья мои, по поводу сценариста и креатива. Конечно же, это важнейшая часть. Стоит, чтобы у вас был четко проработанный сценарий, концепт, ритминг, чтобы вы представляли, как будет выглядеть ваш клип. Сейчас в основном все сложности медиа-контента от отсутствия идей. Нет идеи, нет сценария, нет клипа. Да, можно как бы работать на визуалке, работать эффектами и так далее, и тому подобное. Но это все, в принципе, как аудиодизайн, который сегодня модный, а завтра не модный. Ну, вообще, я, конечно, топлю за то, чтобы был и хороший сценарий, и хорошая идея, и хороший визуал. Это все вкупе создает качественный продукт. Круче, когда сценарий пишет именно режиссер. Тот человек, который придумал и снял. Если вы просто найдете сценариста, который напишет вам сценарий, потом вы принесете режиссеру. Ну, это, в принципе, как, не знаю, там, любая экранизация любого романа. Один режиссер сделает так, другой так, третий вот так. Кто вам нужен будет еще? Конечно же, это видеограф на бэкстейдж со своим оборудованием и фотограф на бэкстейдж. Кто вам не снимет хороший клип? Вам не снимет хороший клип? Внимание, видеооператор. Это профессия, которая подразумевает под собой техническое визуальное исполнение. Поэтому, если вы нашли оператора и говорите ему, дружище, сними мне клип, с большей вероятностью у вас будут большие провалы по продюсированию клипа, по организации клипа, по сюжету и еще много чему. Кроме того, что, возможно, ваш клип будет неплох по картинке. Обычно у каждого режиссера всегда есть свой оператор в зависимости от задач. Не заморачивайтесь насчет операторов, ищите там режиссеров, продакшн, агентства. Вот лучше начинать с этого. Видеограф. В принципе, если вы хотите получить неплохой лавстори, то можно обратиться к видеографу. Хотя многие клипмейкеры, которые снимают неплохие клипы, начинали именно с этого. Но в целом съемка клипа – это, как и кино, командная работа. Если у вас совсем нет денег, то можно поискать какого-то режопера. Есть еще такие ребята – фотографы, которые снимают видео. Ну, типа, я и фотограф, и в то же время я и видео снимаю. Дело в том, что человек, если он фотограф, то у него статическое мышление относительно кадра. И, в принципе, он мог бы выставить композицию, но весь ваш клип будет выглядеть как монотонный, однообразный, но красиво композиционно выстроенный. Но есть и самородки, есть и фотографы, которые очень классно снимают видео. Тоже их нужно искать. Где же искать всех этих режиссеров, продакшены, фотографов, видеографов, где их всех найти? В первую очередь – это друзья. Посмотрели вашему другу, кто-то круто снял? Если вам нравится, как ему сняли клип, то стоит звонить. Сейчас у нас в сети очень много специализированных группы по фильммейкингу. Ребят, которые снимают кино, и они вместе собрались. И, в принципе, таких групп много. Добавляйте все эти группы, смотрите работы, общайтесь, знакомьтесь с друзьями. Ищите там того человека, который возьмется за ваш клип, покажет вам свои работы. Важно – не шаурил. Потому что, в принципе, шаурил ни о чем не говорит. Особенно шаурил не говорит ничего про режиссера. Режиссер должен вам показать одну, две, три работы, которые сделал он от и до. И, опять же, когда вам скидывают работы, говорят, посмотрите, мы вот это сделали, спрашивайте, что конкретно вот в этой работе вы делали. Вы режиссер? Да. Второй режиссер или первый режиссер? Такое тоже бывает. И тут вы можете очень круто попасть. Заходите на YouTube, там клип. И практически под каждым клипом есть описание. Сразу можно найти создателей. Операторы, там, гайфер, да, некоторые расписывают вообще целую команду. В титрах, смотрите, там все есть. Всем можно написать, со всеми можно пообщаться. И, в принципе, эти ребята с удовольствием снимут клип. Ну, в зависимости, опять же, от их условий, от того, как они подходят к работе. Может быть, некоторые не возьмутся за вашу песню, потому что им трек не понравился. Или по бюджету не договоритесь. Ну, то есть, дальше вы уже как бы коммуницируете. И я вам так скажу, что на самом деле сейчас в России и странах СНГ действительно очень много талантливых людей в области, собственно, кинематографии. Очень много хороших операторов, режиссеров. Поменьше хороших продюсеров. Но в целом сейчас много молодых и немолодых талантов. Поэтому ищите. Конечно же, вы должны встретиться с режиссером, встретиться с продакшеном. Вы должны пообщаться с ребятами или с человеком. И почувствовать, что вам комфортно работать вместе. Что вы уже на первом этапе хорошо коммуницируете, понимаете, решаете какие-то вопросы. Приходите к каким-то идеям классным. Ну, то есть, вам нравится общаться с человеком. Это важно. Потому что все-таки клип – это творческая работа, требующая синергии. Один плюс один равно три. А тут без доверия никак. И поэтому вам необходимо будет довериться режиссеру. Потому что, конечно же, у него в этом опыта больше. Нам должно быть комфортно доверять ему. Я говорил уже, что режиссер обязательно должен понравиться ваш трек. Это мое личное субъективное мнение. Но я считаю, что клип должен снимать тот человек, которому нравится ваш трек. Если он его качает, рождает идеи, он начинает фонтанировать, тогда это уже половина успеха. И если мотивация режиссера – это только деньги, то, увы, поднимет ставки. И будет работать либо по своей обычной ставке режиссера. И если это именитый режиссер, то это достаточно большие деньги. Особенно для начинающих музыкантов. А если режиссеру не будет нравиться ваш трек, а вам нравится режиссер, и у вас есть деньги, то режиссер может удвоить свои ставки, а то и утроить, и то и больше, больше, больше. Говорить вам стоимость, чтобы вы просто отказались от того, чтобы с ним работать. Но если вы не откажетесь, то не любит заработать, в конце концов, денег. Чем хуже для режиссера ваш трек, тем больше он попросит за свою работу денег. Когда вы находите режиссера, желательно все-таки, чтобы у него был какой-то бэкграунд или опыт в съемке клипов. И не только без бюджетных историй, а с бюджетами, ну, хотя бы от 5000 долларов и выше. Посмотрите, что он снимал, что он может, как он работает с командой, с маленькой, с большой. Это если мы не говорим сейчас о начинающих ребятах, которые учатся в институтах и снимают, набирая только свое портфолио. Если вы работаете с иностранными специалистами и приглашаете режиссера и его команду в Москву, или вы, наоборот, поедете туда, то тут нужно учитывать ряд разных нюансов. Во-первых, сюда режиссер приезжает по ставкам в долларах. Важно, что режиссер, вероятнее всего, приедет со своей командой. И обычно режиссер приезжает со своей командой. И это оператор в первую очередь. Во-вторых, это может быть художник-постановщик, и стилист. Ну, может вообще приехать со всей командой.